александр осавцов здравствуйте александр добрый вечер мы вот только что с алексеем сопченко говорили о том возможен ли переворот дворцовый переворот в россии в результате поражения в украине кому бы это было выгодно кто бы мог сместить путина реально это или нереально как вы думаете думаю что на данный момент мало реально по той простой причине что путинская верхушка очень разделена разбита на кланы и группы она совершенно не едино я разумеется понимаю что очень многие вещи которые в наибольшей степени всех волнуют путин исполняет мягко говоря неудачно порой просто по идиотски и мы это наблюдаем вот уже шестой десяток дней почти два месяца но есть вещи которые он делает как положено так как в кгб учили а именно дивиди и деспер разделяя и властвуй у него никогда не было никакого властного монолита вокруг него даже тогда когда четыре года в кресле президента формально сидел местоблюститель медведев у медведева не было никакой не то что команды а даже окружение сколько-нибудь медведевского если вы вспомните что начальником охраны медведева все четыре года его президентства был золотов то я думаю всем сразу станет понятно что это это совсем не случайно вот таких случайностей не бывает поэтому представить себе что они как-то объединятся я пока не могу хотя я далеко инсайдов у меня мало а в россии я не был пять лет но ни одного признака нет что возможен заговор по типу против павла первого когда действительно объединились многие и и любому кто захочет попытаться будет понятно что даже в случае успеха оставшиеся первые что сделают это уничтожит его самого поэтому пока таких шансов я откровенно я не вижу нужен другой уровень консолидации именно ближайшего окружения на этой ноте а с ближайшим окружением я боюсь там все сложно второй уровень да насколько я знаю уже кипит от ярости это это верно но это старый уровень тот который к нему собственно физические доступа уже не имеет вас я вижу что медведев начинает делать какие-то активные заявления и как бы не высмеивали его в прессе как иностранной так и российской но тем не менее он продолжает двигать какие-то темники кремля хотя медведев много лет просто сидел молча потому что его задвинули на задний план с чего вдруг медведев оказался таким медийным за последние полгода слишком часто примелькался ну это как раз очень понятная ситуация потому что как не смейся над этим ну действительно в какой-то мере комичным персонажем тут у него не отнимешь он в раскладах дворцовых совсем не идиот был бы идиотом он бы не занял то место которое он много лет занимает и не забудьте что только что вспоминали что он был президентом никто нибудь другой и никуда не выпал никуда не пропал и случае чего шансов если вообще путин начнет искать преемника в чем я то лично сомневаюсь но мало ли тут ошибиться несложно если это случится то я бы не сказал конечно что у медведева шансов больше 50 процентов но я бы сказал что у него шансов больше чем у кого бы то ни было другого на данный момент по крайней мере и поэтому он конечно предпочитает заявлять о себе и как это опять же не парадоксально выглядит какая-нибудь банальность тип свобода лучше чем не свобода в его устах звучало более органично сейчас он пытается строить из себя одного из главных фашистов не очень убедительно но в конце концов маленьких колченогий уродливый гиббельс тоже абстрактно выглядел неубедительно а как вы знаете свою роль сыграл очень неплохо поэтому медведев чем дальше тем больше пытается привлекать себе внимание и кроме того учтите поначалу отказалось что такое зампред совета безопасности ну совет безопасности ну там да действительно собирается иногда теперь-то совет безопасности это главное место это уже понятно что совет безопасности даже сравнить нельзя там с каким-нибудь правительством там во главе с мишустином и чей он зам путина он единственный заместитель путина вице-президента как известно в россии нет еще в каких-то местах насколько я помню замов путина нет а вот медведев зам председателя совета безопасности заместитель путина в главном органе управления страной так что здесь и формальный статус ему позволяет высказываться ну скажем так с высоты своего положения с полным осознанием того насколько он важная персона скажите пожалуйста как бы вы охарактеризовали сейчас действия владимира путина на сегодняшний день его концепцию его стратегию его поведение его заявление и все происходящее что сейчас все наказы которые отдает путин например не жалеть военных жалеть технику выжигать украинскую землю его поведение сейчас как вот можно охарактеризовать что он творит здесь я бы выделил два обстоятельства одно пожалуй более важно и это понятно всем кто следит за ситуацией и и это фиксируют и люди которые неизмеримо лучше меня разбираются в собственно военных вопросах что первоначальная стратегия даже в нескольких под вариантах потерпела полный крах и что теперь надо из этого как-то выпутываться нужен какой-то новый ну назовите план вариант действий новые цели вот было прозвучало что на самом деле никто и не собирался брать там киев-харьков ничего такого изначально все это было только для того чтобы подорвать боеспособность зсу и затем выполнить ту цель которая стояла с самого начала полностью занять донецкую и луганскую области ну то есть эти так называемые днр и лнр в их якобы границах но это очень трудно поверить потому что тогда получается что коридора в крым не будет что из из под мариуполя из херсона они уйдут значит никаких разъяснений я показался в этом случае не видел насколько нибудь официальном уровне я имею ввиду понятно что были интерпретации разные в диапазоне от днр и лнр плюс коридор в крым до плюс еще все черноморское побережье включая одессу столь же понятно что потеря ракетного крейсера москва лишает их ну скажем так необходимых базовых параметров для того чтобы двигаться или хотя бы серьезно задумываться об одессе но у меня такое ощущение что решение о той цели которая действительно будет конечной для всей этой авантюры в том виде который она имеет сегодня еще не принято что его сейчас вероятно я так думаю почти уверен достаточно судорожно пытаются принять сообразуясь с теми возможностями которые на данный момент реально имеются теми рисками с которыми уже нельзя не считаться потому что понятно что 24 февраля ни с какими рисками не считались были убеждены что все козыри на руках и собственно две главные задачи это принять капитуляцию привести парад на крещатике а все остальное решится само собой в нынешних обстоятельствах ситуация выглядит коррически иначе и выбрать все таки сколько-то достижимую цель чтобы сколько-то реальные сроки попытаться ее добиться и заявить мы победили вот это вот то чем они сейчас заняты и учитывая опять же достоверную судя по всему информацию о многочисленных арестах в пытке откровенно говоря суркова в подвалах лубянки я не верю но аресты явно происходят и естественно командующий черноморским флотом должен быть арестован хотя бы потому что флагман ушел на дно а он видите ли был совершенно где-то другом месте где спрашивается и почему вот значит не совсем понятно даже в каком кругу скорее всего кстати говоря возвращаясь предыдущему вопросу в кругу медведева патрушева и еще некоторых членов совета безопасности вероятнее всего уже не тех которых показывали по телевизору самом начале смотрите в начале войны были совсем иные прогнозы от россии они хотели взять москву москву хотели взять киев за 72 часа правильно и много лет ну вот больше 10 лет это еще началось до майдан до войны в на в луганске до отжатия крыма извините говорю не аннексия именно отжатия потому что его по-нашему просто рейдернули в государственном масштабе это так происходило не за что извиняться нормальная подготовка же к тому чтобы забрали крым подготовку к участию майдане где сработал эффект толпы на которые просто не обратили внимание не учли менталитет украинский она длилась много лет на это выделялась баслословная сумма денег только последний транш на пропаганду официально был 4 миллиарда долларов это за последний год вот за последний год 2021 4 миллиарда долларов а там суммы были бешеные создавалась куча разных партий у нас тех партий больше двух тысяч вообще в украине и половина из них старались толкать темники кремля и мы это видели на что-то реагировали на что-то не реагировали просто у нас особенный менталитет в украине его трудно объяснить иностранцам уж тем более русским мы очень специфические менталитете и тут задается такой вопрос сколько лет путин жил вообще в отрыве от реальности того что происходит здесь в украине ведь ему же докладывали совсем другую картинку сколько раз путина предупреждали о том что деньги просто списываются воруются ведь очень много проектов которые были в россии они же раскрывали коррупционные схемы из окружения путина миллиардные просто миллиарды и никто ни на что не обращал внимание и вот сейчас боя война в украине доказывает то что власть которая приближенная к императору коррумпирована и она обманывала в первую очередь не налогоплательщиков она путина обманывала это его слабина он реально дал штангу он вообще отдает себе отчет в том что его просто много лет разводили и на самом деле он голый король и не владеет вообще информации по украине думаю что сейчас в какой-то мере не знаю в какой отдает но вот именно сейчас то есть и совершенно непонятно вот я вам признаюсь что его параметрах я будучи профессиональным логиком не знаю что над делать потому что поменять всех и восстановить нормальную систему получения диверсифицированной информации а как за счет чего каких людей к этому привлечь откуда их взять я просто знаю что раньше очень много денег тратилось на то чтобы в других странах выращивать элиту политическую элиту которая была бировала интересы российской федерации до этого советского союза объявлялись некие обучения лагеря приглашали показывали университеты делались всякие студенческие кампусы сейчас же за последние наверное 15 лет этого всего нет воспитания новой политической элиты на воспитание новой политической элиты путин не выделял вообще никаких денег выделялись чаговые деньги на какие-то протестные акции которые ну вот поднимались там пенсии тарифы субсидия антивакцинация и все и причем почерк россии можно было увидеть в молдавии вот например санду кошмарили этой осенью все прекрасно поняли откуда растут ноги потому что те же самые слоганы были если так посмотреть в ряде прибалтийских стран тоже можно отследить по каким-то протестным акциям что происходит и кто за это платит но сейчас же в украине совсем другое поколение вот она абсолютно не управляем а как можно воевать с человеком который это абсолютно не знаешь они же о враге ничего не знают ну понимаете в чем дело вот для меня в четырнадцатом году самое неожиданное и но если угодно показательно было то что мне тогда на полном серьезе рассказали я не поверил но это люди были изнутри они знали что говорили сказали что это абсолютно серьезная точная вещь что действия предпринятые путиным тогда базировались в значительной степени на некоем эзотерическом астрологическом прогнозе вот если это воспринимать как правду а я еще раз говорю мне сказали люди располагающие информации изнутри тогда располагавшие по крайней мере точно и сказали что это совершенно серьезно но ведь мы же при этом знаем что гитлер и гиммлер искали копьё ландина чашу царя ариана в винницкой области знаю виргольф на нулевом километре построили я вам открою секрет когда-то я говорила с рядом астрологов которые занимаются именно астрология государством она имеет отдельное название и я спрашивала по поводу некоторых законопроектов которые принимались ну вот как отследить судьбу законопроекта узнав какое время за него проголосовали в какое время он был внесен на порядок данный и зарегистрирован это фактическое рождение до законопроекта и вот оказывается что да в российской федерации очень много решений принималось в определенное время и двадцать четвертое число и время и решение о войне которое было принято 22 тоже оно было не случайно очень многие астрологи об этом говорили там чуть ли не кричали по полной программе еще говорили что путин оккультист честно говоря не знаю насколько это правда астрология конечно штука хорошая но сейчас ни один астролог не может сказать что же будет дальше вот на самом деле ни одна астрологическая школа не берется делать прогноз по ситуации россии и украины и очень тяжело действительно и аналитикам и военным экспертам сказать что будет дальше и каким будет развитие событий но я могу сказать что последствия для русского народа они будут ощутимы еще много лет я хочу спросить у вас как у профессора философии вот такие события в украине между русскими украинцами они просто проложили пропасть если до этого русские нас просто называли хохлами и чмырили по полной а мы их называли москалями и плевались через огород то теперь это будет война ну украинцы никогда этого не простят насколько лет между русскими украинцами теперь вырыта бездна и смена элит в россии сможет ли эту бездну как-то сгладить на мой взгляд вы задали два преждевременных вопроса потому что главный не главный по содержанию а первый по порядку вопрос который стоит это же совершенно серьезный вопрос вот это не шутка уже а что будет на том месте где сейчас российская федерация после войны если она разумеется ее проиграет а вопрос о том что будет если она войну эту проиграет сегодня как вы понимаете звучит уже нормально когда я двадцать пятого февраля сказал где-то написал что россия вполне может проиграть эту войну то в общем те кто это прочитал услышал восприняли скорее как некую гиперболу скажем так даже может быть как метафора кто-то так вот сегодня это абсолютно рабочее предположение у любого кто видит что происходит другое дело как проиграет насколько проиграет проиграть война уж тоже может по-разному но вот даже такой прагматичный человек как ходорковский я его хорошо знаю он не строит из себя прагматика он такой есть говорит что он безусловно поддерживает украину и армию до того момента пока засуне перешли легитимную границу территории российской федерации то есть безусловные российские патриоты прагматик ходорковский вполне допускают что перейду я бы даже предположил что ожидает так вот вопрос то очень простой мы же знаем что бывает с империями после проигранных войн и что было даже после недопроигранной войны в семнадцатом году мы тоже видели и чтобы вы в киеве вы знаете лучше меня но и я более-менее помню поэтому первый вопрос это что будет за украинской восточной границей и будет ли там такой субъект международного права как российская федерация хотя бы в более или менее ее нынешних границах это же не факт вот шин серьезно это на данный момент я считаю что совершенно не факт и поэтому все последующие вопросы уже зависит от ответа на этот ну вы знаете это очень интересный разговор у нас с вами получается по поводу российской федерации и ее проигрыша дело в том что на сегодняшний день с одной стороны звучит как как такой вот да вот очень крутой сценарий украина победила и даже наступает на россию но все зависит от того сколько продлится эта война чем дольше длится война тем больше выматываются и злятся люди после ситуации которая открылась в буче и слава богу что нам не показали на самом деле у меня просто главная редактор из бучи что нам не показали и половины того что там происходило и мы не знаем половины того что там было на самом деле потому что если бы увидел это мир и увидели бы это украинцы ну не исключен был бы вариант просто массовой люди по всей планете у нас бы просто снесло крышу потому что это в нашем менталитете люди даже не ненависть а люди это в нашем менталитете но если война затянется и мы отожмем врага до границ которые были на момент февраля а лучше на момент вообще 2014 года с донецком и луганском потому что вопрос крыма да я патриот украины я люблю украину но мне кажется что крым надо возвращать дипломатическим путем они насильным ломая через колено не надо уподобляться врагу это мое личное мнение я не эксперт я журналист я человек я гражданин украина в первую очередь мне кажется вряд ли мы пойдем бомбить русские города вряд ли мы пойдем мародерствовать но я же говорю все зависит от степени военных преступлений которые совершаются на территории украины последнее заявление медведева было таким что приграничные зоны украины это рубежная то лысычанск это северодонецк надо просто стирать с лица земли дан приказ на тотальное уничтожение от мариуполя ничего не осталось там просто живая живая рана тот просто мертвый город с перепуганными жителями которых сейчас будут пускать пушечное мясо просто в бой и это все мы запоминаем это все мы знаем и поэтому как будут развиваться события сложно предположить тяжело осознавать что в украине на данный момент готовы к войне все от детей в 15 лет до бабушек 80 90-летних и это действительно эффект толпы никто не исключал мы реально настроены защищаться не воевать за хочу заметить это разные пункты мы готовы защищаться беречь свое но мы не готовы отжимать чужое нам оно не надо у нас есть свое вот в чем проблема хотела бы поговорить о кадровых чистках кадровые чистки сейчас какие будут последствия и насколько это серьезно сможет ли это запугать окружение путина такие кадровые чистки будут ли они жестокими и кто придет на место тех кого зачистили мы видим что человек который причастен к массовым убийствам в сирии и бомбежки алеппо сейчас командует войной в россии в украине по поводу генерала дворникова и вероятно не один же он командует наверное какой-то штаб прием создали я вот как раз хотел обратить внимание я этот вопрос задал сразу как только вся история началась где штаб группировки кто командующий группировкой что ею что ли с арбата из министерства обороны и генштаба из москвы команду вот как только началась так называемая операция вот весь уровень дикой некомпетентности расхлябанности и безалаберности вырезался прямо в этом даже в девяносто четвертом году в чечне я подчеркиваю в девяносто четвертом не в девяносто пятом сначала создали штаб группировки грозный понятно как штурмовали я это видел но штаб был а здесь его просто не было хорош дворников плох дворников на мой взгляд плохо но дело не в этом сама идея того что у военные операции центр штаб появился на втором месяце боевых действий она же полностью дискредитирует все руководство страны в глазах любого разумного человека что касается собственно чисток нет пока никаких чисток и вряд ли они могут быть именно как чистки так как мы привыкли понимать это слово есть пока ну как минимум точечное отстранение и но точечные если хотите можно назвать групповые вероятно задержания ну в общей сложности информация про двадцать тридцать человек она масштабах того что мы привыкли называть чистками и репрессиями ну очень мало о чем говорит другое дело что я то думаю я уверен что ничего не может дать потому что других то все равно нет и система уже довольно давно лет ну больше десяти как минимум целиком от и до была отстроена на то чтобы а воровать б воровать как можно больше и воровать по возможности все поэтому других людей она не терпела вот помните да министра обороны сердюкова бывшего про которого грамотные высококвалифицированные эксперты такие как фельгенгауэр и гольц не только в эфирах и в частных разговорах я спрашивал они говорили что он заметно повысил и уровень обеспечения российской армии и ее боеспособность вопроса где она убрали его а убра сейчас скажу потом сердюкова убрали потому что он и его приближенные особенно включая пиаровский эффект давала на первый план выпустили его скандальную любовницу ныне жену воровали на том что с большими откатами распродавали не профильное имущество я от них не собираюсь защищать никакое воровство в том числе это хотя я думаю всем понятно что чем больше в российской армии воруют тем выше уровень безопасности всех ее соседей и ближних и дальних так что однозначно назвать это явление плохим я ни в коем случае тоже не хочу значит так вот воровали на не профильных активах а до профильных или почти не воровали или воровали очень мало так вот те кто пришел ему на смену воровали на профильных активах в результате в российской армии вот в первый день начало боевых действий в и здесь одни сплошные т-72 а здесь вообще гаубица д-30 то есть если вызвать 70-е годы д-30 начало 70 а здесь вообще д-20 это 30-е годы 30-е потом всего этого стало больше больше и больше люди поколением старше меня а я уже совсем не молодой служившие в советской армии прекрасно знали что такое моталыга вот они моталыги на украинских дорогах где миллиарды которые вкладывались в производство новых танков ну хорошо застряла армата на красной площади она одна что ли было ну ладно армата где-то 90 т-80 почти нету значит это украли все не долю как когда-то при ельцине а все если им понадобилось на третьей неделе войны распечатывать склады длительного хранения и обнаруживать что оттуда тоже все украли у танков таманской дивизии двигатели украдены то собственно а какой еще может быть результат и возвращаясь тому что вы непосредственно спрашивали а где брать других людей если воровали все воровали все и все что можно было от других система отторгала если кто-то где-то вдруг хотел не украсть а что-нибудь другое ну там накормить каких-нибудь солдат я не знаю заболевших офицеров полечить вооружить в конце концов кого-нибудь чем-нибудь более приличным вот этого хотел а не украсть то от него просто избавлялись потому что а на хрена он такой нужен не сам не украдет с нами не поделится еще и угрозы нам создает риски потому что если кто-то не ворует то это всегда есть для тех кто ворует а такие риски никому не нужны поэтому как я уже сказал менять не на кого кадрового ресурса который бы качественно отличался по отношению к делу при такой этого дела постановки в течение более чем десяти лет быть не может просто не бывает скажите вот в последние годы в россии проходило очень много учений вместе с белоруссией в последние годы проходило очень много военных выставок на которых презентовались танки показывалась мощь самолетов мощь авиации что из этого всего осталось вы очень интересно рассказали о том с чем мы воевали вот расскажите что вы обратите на что вы обратили внимание на что сейчас делает упор в войне российская федерация и где у них слабое звено и действительно если танки ну хотя бы десяток то есть а это уже опасно танков у них конечно много другое дело что сколько из них боеспособны осталось трудно сказать но все равно наверняка много еще просто они старые понимаете они же явно не рассчитывали не только на грубо говоря готовность украинской армии к к войне к сопротивлению к тому что называется высоким словом самопожертвования то есть идти в бой с осознанием того что можно вернуться это непростая история и ждать ее от врага или не ждать это один из главных вопросов любой войны главное и в этом вопросе тоже была ошибка неужели вы думаете что путин на второй день обращался к военслужащие с призывом брать власть свои руки и капитулировать в общем согласитесь странный порядок действий брать власть свои руки чтобы капитулировать немножко нелогично капитулировать можно без этого ничего не брать Просто сдаться и все. Но неважно. Значит, он рассчитывал, он лично это говорил, в телевизор весь мир слышал, и понятно, что он верил в то, что это возможно. И даже, я полагаю, он считал, что шансов много. По ряду причин. Не знаю, насколько он верил в то, что там наркоманы, а вот то, что евреи, актеры, ну зачем он офицерам? Вот. Поэтому, чем они собираются воевать, ну вот этим и собираются. Никаких самолетов новых опять-таки не видно. Ну, Су-35, ничего нового, давно известная вещь. Ну, да, из нового один раз, кажется, может два, но я запомнил один, но я не веду статистику. Ну, применили ракету «Кинжал». Ну, а что с нее толку-то? Россия и Украина, они ведь рядышком. Все эти пугалки, которые показывали в мультфильмах, не знаю, насколько они реально существуют. Многие считают, что нет, исключать не берусь. Там же не случайно Флорида была нарисована. До Флориды далеко. В этом есть некий смысл. А даже до Львова очень близко. Поэтому то, что вот это вот утверждалось, что на вооружении, не имеющее аналогов, то, что имело смысл для применения на таком театре военных действий, как российско-украинский, и что якобы не имело аналогов, ну, выяснилось, что настолько не имеет аналогов, что его вообще нету. А то, что теоретически, может быть, есть все-таки где-то, оно здесь неприменимо. Поэтому больше применять нечего. Кроме того, что применяют сейчас, если, конечно, не считать оружием особого поражения. Этот вопрос всегда остается за скобками. Я хотела у вас спросить. Ну, вот пропаганда, она очень хорошо работает. И когда ты смотришь на фотографии Владимира Путина в последние, там, ну, последние две недели, все официальные, там, его визиты, он с Лукашенко там встречался, делал какие-то заявления, всегда на заднем плане, там, к Жириновскому, кстати, на похороны сходил, на заднем плане всегда воячит один и тот же мальчик с черным чемоданчиком. Что может быть в этом чемоданчике? Почему все медиа публикуют фотографии исключительно, где на заднем фоне этот мальчик с чемоданчиком? Это такие месседжи США? Как бы мы всегда держим руку на пульсе событий? Да, я уверен, что да, конечно. Это пошло сразу после того, как он тогда сказал Шойгу и Герасимову, что привести силы сдерживания в повышенную боевую готовность. Это такой прозрачный намек, демонстрация того, что в любой момент. И, ну, они все время сейчас начали такие вещи. Ну, вот буквально когда сегодня, насчет того, или вчера, что страны НАТО, которые поставляют Украине оружие, могут столкнуться с очень тяжелыми и непредсказуемыми последствиями. Пусть все сейчас резко втянут голову в плечи, а лучше спрячут эту же голову в песок. Ну, тут давление на Финляндию и на Швецию продолжается. Их продолжают запугивать, говоря о том, что усилят ядерное присутствие оружия в Балтийском районе. И даже говорят о том, что зачем Швеции и Финляндии вступать в НАТО, если, ну, они столько лет живут с нами вместе, рядом, через границу. На что Финляндия и Швеция говорят, да, действительно, мы много лет живем рядом с вами по соседству. Нам бы в НАТО, нам нужна наша, нашей армии нужна поддержка стран НАТО. И давление сейчас идет на Финляндию и на Швецию со стороны Российской Федерации. Очень большое. Это говорит о том, что Россия действительно переживает, что НАТО обойдет их с тыла. Я вот просто задавала экспертам вопрос. Говорю, смотрите, сейчас Россия воюет с Украиной, правильно? И все силы максимально кидаются на войну с нами. В Нагорном Карабахе ситуация тоже очень интересная. Там тоже не все так гладко, а время играет не в пользу Российской Федерации. И вымотанная Россия сейчас с другой стороны может получить границу в 1320 километров, которая будет соседствовать с Питером стран НАТО. И как бы тут угроза серьезная. Вы же начинали нападать на Россию, демилитаризировать ее, потому что мы хотели вступить в НАТО. Мы хотели стать частью Евросоюза. А тут по факту, пока за то, что мы хотели куда-то в какие-то союзы вступать, мы получаем. С другой стороны соседи вступают в то же НАТО. Получается, следующим демилитаризировать надо кого? При Балтику, Финляндию. Готова ли Россия воевать с НАТО напрямую, если она тут с Украиной воюет второй месяц? Ну, вы же уже сами ответили на этот вопрос, что все происходящее последнее, уже можно говорить не второе, а практически два месяца, потому что до конца второго месяца осталась неделя, показывает, что Россия ни с кем воевать вообще не готова. И я думаю, что Россия и с армией Финляндии не справилась бы даже близко, без всякого НАТО. Но все происходящее, естественно, для любого просто нормального человека. А финные шведы нормальные люди, прежде всего. Доказывает именно то, что соседство с Россией обязывает думать о безопасности утром, днем и вечером. Украина тоже мирно соседствовала с Россией больше 20 лет. Ну, я не считаю мелочи типа там тузлой. Мирно все было. Потом вдруг раз, и все в одночасье стало совершенно немирно. Потом вроде притихло на 8 лет. Ну и что сейчас творится, все видят. Поэтому чем проверять на собственной шкуре ценой жизни своих граждан, а вы сами прекрасно знаете, что Финляндия и Швеция – это такие страны, в которых каждой жизнью дорожат очень сильно. Так вот, лучше позаботиться по максимуму. И, разумеется, они это сделали. Никаких сомнений у меня нет, потому что явно линия по оси Киеви-Кекканина исчерпала себя. Очень интересная роль Британии в войне Украины и России. Британия оказывает поддержку. И причем, если заявляет Россия о странах НАТО и явно категорически выражается против США, то почему-то как-то вот не выражаются против Британии. Почему Россия не хочет связываться с Британией, а Британия в открытую помогает Украине и так громко заявляет о геноциде в Украине. Причем Борис Джонсон лично приехал в Украину. И вот сейчас Зеленский по телефону последняя новость обсуждал с Борисом Джонсоном гарантии безопасности со стороны Британии. Какой интерес Британии и какие последствия для России может иметь конфликт с Британией? А вы не слышали про то, что Джонсон и ряд ключевых министров его кабинета объявлены невъездными в Россию и им в целом на них наложены зеркальные санкции? Это насчет того, что не обращают внимания. Обращают. Там при всей, в общем, комичности, разумеется, этого шага, тем не менее, обращают. И не то, чтобы я следил особо внимательно за российской пропагандой, но, насколько я знаю, там несколько сместились акценты со времен Терезы Мэй. И не только США, и уже не просто США и их союзники, а англосаксы. Постоянно англосаксы фигурируют. Имея в виду США и Великобритания. Что касается того, насколько это серьезно, это весьма серьезно, потому что мы привыкли рассуждать об Америке и России. Ну и иногда принимать во внимание Китай. А, между прочим, ядерный потенциал у Великобритании, по крайней мере, настолько, насколько это доступно в открытой печати, он, в общем, не особо уступает китайскому, а, конечно, американскому и российскому уступает. Но он достаточно велик. Я просто помню прошлый год, извините, что я вас перебила, я просто помню прошлый год, какое было удивление у русских, когда они с того ни с сего вместо Франции Японию пригласили в такой кружок по интересам по разработке ядерных подлодок, в которые входили США, Британия, Австралия, и тут вдруг не Франция, а Япония. И, кстати, сейчас вот они собираются, Саускус приглашает на свое заседание снова Японию по разработке гиперзвукового оружия и оружия против гиперзвукового оружия. Это говорит о многом. Япония сейчас после многолетнего такого молчания вступает в бой, объединившись силы с Великобританией. Понятное дело, что у них такой кружок по интересам, насколько долгосрочным будет этот союз, непонятно, но у всех, и у Британии, и у Японии есть многолетние, многовековые бы, я даже сказала, вопросы к Российской Федерации, особенно у Японии по отношению к Курилам. Он будет многолетним, уверяю вас, по той простой причине, что Британия не для того даже из ЕС вышла, чтобы изолироваться на островах, полутора островах, можно сказать. Британия явно имеет в виду, конечно, не конкуренцию с Соединенными Штатами в мировом масштабе, но в той или иной мере возвращение себе статуса мировой державы. И вот эта конструкция Тихоокеанская США, Великобритания, Австралия, она тоже абсолютно не случайна. И Япония в нее вписывается очень органично, потому что это же такая многоцелевая установка. И первоначально-то она задумывалась не против России, а против Китая. А коль скоро все равно уже создали, а тут выяснилось, что еще один сосед, мягко говоря, не просто опасный на виду с Китаем, но еще и неадекватный, в отличие от Китая, то, естественно, она эта группировка растет, грубо говоря, в цене. Это как в Израиле ни шатка, ни волка осенью начали какие-то реформы по открытию внутреннего рынка для более свободного импорта. И тут оказалось, что именно это и надо было делать с происходящим на мировых рынках. Вот так же угадали с этой конструкцией. И Япония там абсолютно необходима, более необходима, чем в случае, когда в качестве оппонента имеется в виду один Китай. Именно потому, что теперь в качестве оппонента фигурирует Россия не в меньшей степени, чем Китай. А у Японии, вы правильно вспомнили, и счет с островами, и граница, и собственно история более столетних сложных отношений, если начинать ее отчет с русско-японской войны 4-6 года в прошлом Китаю уже на руку, если Россия ослабнет. Потому что, во-первых, Китаю достанется Сибирь, но с другой стороны, когда Америка выходила из Африки, они думали, что территорию займет их позиции, будет занимать Россия. Но тут подсутился Китай. И как вы думаете, интересы России в Африке до сих пор сильны? И будут ли там свои политические процессы между Китаем и Россией, чтобы поделить богатство Африки? Африка не бедная как континент. Африка не бедный континент, но при этом достаточно загадочной конструкцией является предмет интереса именно России там. Потому что Россия проникла инфильтрованно главным образом в те страны, где в общем-то ничего такого, чего у нее самой нету, не присутствует. У России вообще мало чего нету, но есть такие вещи. Когда российский Росатом скупает атомные разработки в Канаде, понятно, о чем идет речь и зачем это делается. А вот что они конкретно и для чего ищут в Центральной Африканской Республике, кроме механизмов политического влияния, в общем, ну мне, по крайней мере, не очень понятно. Это с одной стороны. С другой стороны, когда вы говорите, достанется Сибирь, я думаю, что это очень туманная перспектива. Потому что... Но Китай бы не отказался, согласитесь. Причем они очень так мило совершают свою экспансию многолетнюю. Китай бы не отказался только при условии, что его бы это подарили, и при этом никто бы не возражал. Потому что на аннексию они не пойдут. Это не их стиль давно уже, судя по всему. И даже в случае, если... Ну здесь слишком тяжело дальше гадать, потому что конфигурация Сибири и Дальнего Востока как вы понимаете зависит от общей конфигурации территории Российской Федерации с точки зрения ее внутреннего устройства будущего. И поэтому сказать кому там что достанется очень тяжело. И я вам все-таки советую не быть так уж уверены в том, что все достанется Китаю. Вы же только что Японию вспоминали. С чего бы это вдруг Япония наблюдала спокойно и равнодушно, как самые сладкие куски достаются Китаю. Я не представляю себе такую ситуацию. Китай может быть надежным союзником Российской Федерации? Нет. Надежных союзников Российской Федерации вообще не может быть в нынешних обстоятельствах. Потому что Российская Федерация сама абсолютно ненадежный союзник. Кто не верит пусть посмотрит на Армению. Если разумеется не считать союзником Лукашенко. На мой взгляд просто он другим словом называется. Он не союзник. Он нахлебник. Вот кстати Лукашенко молчит уже последние дня четыре и его молчание меня честно говоря немножко напрягает. Почему молчит? Какую-то подляну замыслил? Я думаю что если замыслил то все его мечты сейчас только об одном. Это попытаться вернуться к той ситуации когда он торговал своей благосклонностью и на восток и на запад. Он потерял эту возможность. Он оказался содержанкой одного клиента. И это ему очень не нравится. Это очевидно. Это очевидно и по всей его предыдущей политике. Это очевидно и по якобы самостоятельным действиям его макея. Владимира Владимировича что забавно. Я не верю в самостоятельность макея. И уверен что это очередная попытка Лукашенко пробный шар такой опять пустить в Европу. значит думаю поэтому и молчит ждет реакции. Совершенно понятно что как в 1939 году совместного советско-германского парада в Бресте так вот в 2022 совместного российско-белорусского парада в Киеве не будет. соответственно Лукашенко надо искать чем дальше жить. Вы же учитываете что если победа над Украиной будет недостаточно грандиозной само собой если она вообще будет но даже если что-то таковое объявят но это не будет достаточно величественно то в качестве компенсации будет довольно естественно все-таки окончательно присоединить Минск вместе со всей Белоруссией. Лукашенко об этом помнит каждую минуту поэтому для него главная задача всей его политики это естественно не поссориться с Путиным но одновременно все-таки найти себе хотя бы возможность кокетничать и на Запад тоже.